И так, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, и смотрите, Кэстл Клэш Путь Храбрых, почему не написано, что схватка гильдии, большой вопрос, потому что перед обновлением была картинка там со снэкпиком, и там было написано схватка гильдии, сейчас почему-то этого нет, а может быть разработчики накосячили, может еще что-то, но не суть, вроде как все-таки новую локацию нам должны были добавить. Усаживайся поудобнее, ставь свой княжеский лайк, сразу хочу выразить огромнейшую благодарность тем ребятам, кто оформляет спонсорские подписки, потому что сейчас такая попа надвигается, ваша поддержка, ребята, очень важна, да и просто спасибо тем, кто постоянно смотрит и поддерживает лайком, и пишет комментарии, высказывает какое-то свое мнение, и тем самым помогает продвигать видео, огромнейшее вам, ребята, спасибо, вашу поддержку я ощущаю. Ну ладненько, погнали, я как бы понимаю, что наверное это не самое интересное видео, во-первых, я его выпускаю последним, во-вторых, ой, во-вторых, как бы вчера уже обсуждали обновление, сейчас у нас получится масло масляное, заголи по заголям, то есть одно и то же будем сейчас трещать, одно и то же вам рассказывать, но тем не менее, это уже буду делать на основном аккаунте, может быть что-нибудь увидим. С одной стороны, знаете, это обновление упоротое, говняное, можно сказать, недообновление, а с другой стороны, оно очень крутое, великолепное, и прям хочется поцеловать все булки IGG. Кстати, очень интересный факт, я видел вчера не один комментарий о том, что по типу князь развернулся на 180 градусов, там князь продался, наконец-то IGG начали платить князю. В одном видосе про обновление я его засрал, а в другом видосе про новую локацию будущую, ну, которую добавили, не знаю, когда она откроется, я сказал, что, типа, я сказал, что это прям невероятно, это очень классно, это очень круто, и как бы меня даже заподозрили в том, что я продался. Ребятушки, я бы рад продаться, вот, моя задница, она, ну, как бы всегда свободна, в особенности сейчас, в меру, когда на ютубе, по сути, у меня почти нет монетизации, хер знает вообще, и как будем жить дальше, донатов нету и так далее, и, типа, ну, к сожалению, никто не покупает, как говорится. Вот она, новая локация, Нарсия, эра войны, регистрация еще не открыта, ну, когда будет уже открыта, будем смотреть уже, по сути, что она из себя представляет, но вчера был полный разбор, и, к моему превеликому удивлению, никому это не было интересно, никто не посмотрел, и, я так понимаю, у Андрюха Рылева никто не посмотрел, у меня никто не посмотрел. Казалось бы, самая такая важная, интересная вещь, нововведение, которое мы ждали очень давно, оказалось никому неинтересным, реально, прошлый видос еле тысячу просмотров набрал, ну, вот, и также хотелось бы вам сказать, что у меня снова зажил новыми красками второй канал, я там буду почти каждый день выпускать видосы со своим мнением, подкастами, обсуждением каких-то новостей, хотя, к сожалению, сейчас у нас только одна новость, и самое главное, возможно, по этой причине, сегодня там видос не выйдет, но два видео уже есть, ссылку оставлю в описании, посмотрите, но, как бы, постоянно обсуждать одно и то же, не особо охота, ну, как бы, посмотрим, посмотрим, вы там, если что, в комментариях пишите, о чем видосы на втором канале, подкаст Князя называется, о чем там записывать. Ладно, не суть, обновление пришло на русский сервер, сразу хотелось бы отметить тот факт, что, елки-палки, вспомнили про то, что существует линия обороны, потому что, как бы, титул-то качать надо, но, опять же, возможности донатить сейчас у меня нету, вот, получить все. О, смотри, у меня накопилось, я могу даже один левел прокачать, ну, ладно, этим я уже без вас займусь, в этой, в интимной такой обстановке. Так, новый герой, механоид альфа, ну, вот, кстати, когда я писал пресс, ну, когда я читал пресс-релиз, или, как это назвать, описание обновления, я немножко пророфлил. С названием новых героев, механоид альфа, ну, окей, биография, мехоподобное существо, которое однажды проснулось от своего извечного сна в глубинах пустыни, его существование надежно до касательства того, что здесь когда-то существовала могущественная империя, механоид альфа предпочитает учиться общению с местными жителями, несмотря на всю огромную силу, современные языки даются ему с большим трудом. Вон оно как. Так, ну, давай, смотрим умение, что он из себя представляет. Так, я так понимаю, вот этот вот черт донатный, да? В течение 4 секунд уменьшает атаку всех вражеских целей рядом на 70% и накладывает на них молчание. Вот, такой дебайфер, да? Наносит урон в размере 270% от своей атаки всем ближайшим вражеским юнитам и превращает 10% нанесенного урона. Восстановление здоровья. Каждые 0,2 секунды в течение 4 секунд. Ну, то есть такой у него встроенный вампиризм. Кулдаун 6 секунд. Этот герой, не воспринимчив к молчанию, имеет высокий крит сопротивления и уменьшает получаемый урон на 60%. Этот герой, не воспринимчив к молчанию, имеет высокий крит сопротивления и уменьшает получаемый урон на 60%. То есть он постоянно, да, уменьшает урон. Когда атакуют, герой имеет 15% шанс восстановить свою энергию. Слушай, ну, интересный черт, не знаю, как он себя проявит на поле битвы, но как бы дебафер там и вампиризм. Все это прикольно. Хотелось бы посмотреть на него в действии. Тут у нас вторая героиня. Героиня, подожди, так, основная информация, обмен, бихонует альфа, ладно. Вторая героиня, это Пепельная Матрона. Тут я как бы что-то срофлился, да, там, ну, изначально в переводе были другие названия, но тут как бы, теперь это у нас Пепельная Матрона. Слушай, ну, лайк, лайк русским админам, которые решили ее назвать Пепельной Матроной. Что-то интересное и необычное наносит в общей сложности 2380 урона от атаки максимум 10 вражеским юнитам впереди по прямой линии. Уже кто тестил, говорит, что, ну, типа, прямая линия такое себе. Ну, на арене, наверное, это будет, конечно, прикольно, но в целом, да, там, вспомним, Свален и еще там, то ли, Королева Оос, у кого там прямая атака по линии, это, ну, реально тупость. Вот, к примеру, на базе общей это грустно. Но в PvP-локациях на арене, возможно, будет и какое-то применение. Но не факт. Читаем дальше. Этот герой имеет базовый 10% шанс крит удара. Когда герой выполняет обычную атаку на 4 секунды, его крит урон повышается в полтора раза. И он получает иммунитет к оглушению. Кулдаун 6 секунд. Критические удары от атаки навыка героя уменьшают получаемый им урон на 70% в течение следующих 4 секунд. И восстанавливает здоровье на 45% и энергию на 60%. Кулдаун 6 секунд. Базовый крит урон равен полторы обычного урона. Слушай, что-то я помню читал описание героев, ну, вот, еще в переводе, да, с китайского. Там было написано по поводу иммунитета к блокировке. Я тогда подумал, о, типа, на спектр будет плевать. Но что-то здесь касаемо блокировки я ничего не вижу. И по факту у меня уже на аккаунте не хватает гребный рот 4 героев. Ужас. Дальше. Новый талант. Комета. Новый талант Комета, это, конечно... Ну, во-первых, да, я вам уже объяснял, да, то, что тогда разработчики добавили только одного героя. Это не потому, что у них мозги появились. Это потому, что у них, наверное, не хватило времени. А сейчас они продолжают штамповать по два героя. Ну, как бы, идиотизм трудно лечить, ребят. Так, Комета. Ну, и сразу посмотрим на максимуме. Комета 10 уровень. Плюс 70% к атаке. При атаке наносит урон в размере 430% от атаки. Вот. Четырем случайным вражеским героям и снимает бафы. Игнорирует и снимает иллюзорность. Вот это очередной талант, который, я думаю, что возможно будет использоваться на защите. Антиминос, потому что, ну, как бы, миносами вот сам по себе сужу сейчас проходить все труднее и труднее. Я зачастую пропускаю топов. Ну, может быть, это связано с тем, что у меня достаточно мало времени на фарминг битвы гильдии. И потому, как бы, хочу пройти по-быстрому, да, и пропускаю. Потому что не успеваю. Поздно слишком начинаю. Может быть, реально уже и не могу пройти. Не знаю. Может, моих прямых рук не хватает и терпения. Ну, как бы, талант интересный. Но, реально, они с талантами тоже могут идти в одно место. Ну, сколько уже можно посмотреть на количество талантов? Просто обратите внимание. Их реально дохрена. Я уверен, что никто из игроков не просил техподдержек. Пожалуйста, добавьте нам один талант. Пожалуйста, добавьте нам двух героев. Так, новый суперпитомец, это опять же, ну, то есть, вот я сейчас перечитаю вещи, о которых игроки не просили. Типа, ну, игроки такие, типа, идите в пень. Сколько можно? Типа, пошли все в одно место. Вот. В О-ПУ. Пошли все в О-ПУ. Типа, надоели. Да? То есть, окей. Мы это забираем. Что у нас тут получается? Вот, нам дали, нам дали камушек. Можем взять сейчас, заролить нового питомчика. Питомчика, питомчика. Войти, купить предметы. Зал эмблем. Так, подожди. Вот у нас. А, это, это я вообще... О, Господи, это я не туда захожу. Так, суперпитомец. Посмотри, сколько у меня их не хватает. Надо будет всех открыть. Рост. Так, тут у меня что-то есть. Где они? Вот они, последние, да? Так, выбили это просто. Китсуна, причем назвали Китсуне. Тоже это достаточно смешно. Вот, мы выбили два вида. Китсуне. Окей. Ну, давай. Все используем. То, что разработчики дали. Ну, а выбивали Китсуне. Дальше, что у нас там последнего? Вот этот вот. Его вроде не хватало, да? Боевой обезьянки. Потому что, ну, я уже на этих суперпитомцев, честно, забил. Потому что их такое количество, что... Мать моя женщина. Так. Суперпитомец. Кого мне еще не хватает? А, вроде всех выбил, да? Окей, ладно. А, ну и что, давай, давай. Что ж мы зря этим занимались. Давай посмотрим, что она вообще делает. Питомцеведия, ай, не туда. Суперпитомец. Так. Китсуне. Это просто Китсуне. Давай сразу мутанта посмотрим. Навык. Когда его герой... Так. Когда его герои атакуют, восстанавливают здоровье всем ближайшим союзным героям. В размере 130% от атаки питомца. Также увеличивает получаемое им лечение на 9% в течение 3 секунд. Кулдаун 4 секунды. Когда этот питомец в игре, он увеличивает уклонение всех союзных героев поблизости на 18%. Слушай, ну, прикольный питомец. То есть, он увеличивает отхил. И это круто. И, как бы, плюс еще уклон добавляет. Вот такой питомец, как бы, хочешь защитить своего питомца, фото героя. Вешай на него Китсуне. И будет счастье. Так, прокачкой займусь попозже. Дальше. Новые облики героев. Меха самурай для меха ноида. Давай зайдем в облики. Облики там, на самом деле, прикольные. Так. Вот странно, что они здесь не по мере появления, да? Тусуются. Ой, божечки. Наверное, я назову это видос обзор недообновления. Так, я уже, я уже, походу, пролистал. Уже, знаете, в глазах трахаются котики. Ничего не видишь, ничего не понимаешь. Все, конечно же, сливается. И это печально. Это, друзья, печально. Так, где у нас, где у нас новые, 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 новые эти? Это хладный призрак. Может, они будут в конце, которых у меня, типа, нету? Возможно, я уже пять раз пролистал, и вы такие в комментариях. А, князь, в глаза долбишься. Хватит устраивать у себя в глазных яблоках, скажем так, эти оргии котов. Так, меха самурай. Ну, блин, прикольно. Я не знаю, мне нравится. Ну, здесь. Ну, как бы, я уже сделал такую матную шутку в позапрошлом видосе. Так что, вот, там райская и адская была. Ну, как бы, сами понимаете. Ну, мне кажется, что она будет очень красивая. Интересно посмотреть было бы ее на поле боя. Дальше. Новый гильдийский игровой режим Нарсия Эра Войны. Я вчера выпускал обзор с полным, скажем так, разбором этой локации. Посмотрите, ребят, может, кто не видел. Кому интересно. Новый босс в Королевской Битве. Опять же, тоже по поводу него никакой информации. Он вроде как бы и есть. Вот. Но мы о нем нихрена не знаем. Вот, кстати, тут какой-то босс появился. А, ну, это даже не босс. Короче, не знаю, что там за боссы у них. Что-то, 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 наверное, есть. Окей. Инфы никакой нету. Наверное, какой-нибудь очередной демон новый. Ну, вот. Ну, знаете, Королевская Битва это та локация, которую можно развивать невероятнейшим образом. Придумывать там всякие приколы. Но разработчики, разработчики, конечно же, этим не занимаются, к сожалению, друзья. Просто они забили болт. Вот. Просто свой болтянский положили. Ну, вот такое вот обновление. Я скажу, оно не до обновления. Там в китайском... В китайской версии, да, в переводе было написано, что они там что-то, короче, изменили. Там с героями что-то они изменили. Типа там оформление, не оформление, взаимодействие, не взаимодействие. Что-то там где-то что-то легче стало. Ну, я так зашел в алтарь, что-то потыркал на героя. Ничего не нашел, если честно, ребята. Вот. Если что-то знаете, что еще там добавили по мелочам. Вы, конечно же, об этом пишите. Кстати, еще нету, знаете что, никакой информации по поводу добавления мест в алтаре. Смотри-ка, их добавили. Их добавили раз. Их добавили два. Да, то есть два новых места в алтаре появилось. Окей, это я прокачаю дому холода. И прокачаю непосредственно... Кого я прокачаю? Прокачаю допа какого-то. Вот. Ну, на склад они перестали добавлять доп. места. Ну, и хер с ними. Вот такое вот обновление. Пишите в комментариях, что вы по поводу него думаете. Еще раз говорю, что вот как само по себе обновление. Ну, конская перхоть с конского члена. Вот. По-другому я не знаю, как описать это обновление. Вот. Но если это закрыть глаза на то, что они вводят новую гильдийную, гильдийскую локацию. Вот. Но если учесть, что ввели гильдийскую локацию, то, блядь, прям шикарное обновление. Вот, знаете, у меня немножко когнитивный диссонанс. Опять же, будем ждать. Будем ждать, ребята, эту локацию. Будем смотреть, что из нее получится. Плюс, если они, конечно, сделали ее, ну, юзер-френдли, там, типа, для игроков, как это реализовано, Castle Clash New Dawn, да, что там, как бы, всем интересно играть. И игрокам, которые играют с донатом, и игрокам, у кого послабее герои играют без доната, тогда это будет круто. Если они в битве замков взяли основу Castle Clash New Dawn, новые локации, да, но при этом добавили своих этих битвозамковских донатных говно-хреней, то, конечно, это будет провал года. На этом все, я вам пожелаю огромнейшей удачи, спасибо еще раз за поддержку, спасибо за оформление спонсорских подписок, вот, большое спасибо за лайки, за то, что до сих пор меня смотрите, и всем пока.